10 секунд remaining 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 10 секунд Тут еще и Лина залетает. Ой-ой-ой, Лина, слушайте, а что это за Лина-то такая? Неужели это Лина соло-мид? Ну а куда еще? Шадоу Диамон, Даззл, два саппорта. Ну, видимо, действительно Лина пойдет в мид. Ну и Акс тоже может пойти в легкую, даже фармить, даже так. Ну вот это интересно, и Лина может фармить. Ну вот, мидили мы тоже на даке, не помню, какой команды Лина-мид. Лина там с фаст-юлом, блинг-даггером. И знаете, такой герой сильный, скажу я вам. А потом и Аганим, и тут же Снайпер, он реально будет просто вот ультимейт улетать. Мы понимаем, что там с Аганимом ультимейт просто. 950 чистого дэмэджа, у Снайпера там будет столько хп. Минутик, да, Лина соберет Аганим. Если у Лины все будет хорошо, конечно же. Ну, и БКБ же не собрать, что самое главное. БКБ-то не купить. Лина, она на это БКБ посмотрит и будет очень сильно смеяться. Так, ну что ж, бан Некрофоса от команды КПГ. ХХ5 банят Вайпера. Ну и последний выбор обеих коллективов. Обоих коллективов, да, обеих команд, хотел сказать. Нужен... Ну, кто же? Снайпер, мид, либо кэри. Тут такой вот вопрос. Пойдет ли на легкую, либо соло-мид. Как вы понимаете, тут действует теорема двух стульев, потому что и там, и там будет плохо, действительно. Там будет Акс, на другом лейне будут Лина, и те, и другие герои. Крайне неприятные. Либо там не Акс, а еще какой-то ХХ5 появится хороший кэри, который будет доставать. А тут понятно, что ХХ5 пойдет в агрессию, что Нексус попросит какого-то очень агрессивного героя. Там какую-то Медузу, но вряд ли он возьмет, все же. Вот сколько игр я наблюдал за командой ХХ5, там обычно, ну, максимум 40 минут, это максимум. Ну, мы понимаем, что для современной доты это очень мало. Ну, потому что герои были вот такие, действительно, настроены только на агрессию, на убийство, никакой фарма доту, да, и уже по пику мы видим это. Лина Шадоу Демон Даза Лакс, о чем? Какой фарм? Фарм это постоянно врывы, врывы, ну, вот Шадоу Демон еще отлично сочетается с Линой, да, Дизрапшн, пошел стан от Лины, ну, и дальше, дальше мы понимаем, что происходит. Дальше там фраги просто, просто клепаются фраги. 10 секунд remaining. И Дэс Профит, который мы уже не видели очень давно, на даке она появлялась там всего пару раз. Вот Дэс Профит, Огр Мага позабыли, хотя буквально там месяца полтора-два назад эти герои были на ферст бане, ферст пике, но вот Компас Гейминг решили вспомнить былое, скажем так, снова забирает себе вот этого вот прекрасного мидера. Хотя вот ДП-то ставили на легкую, но я думаю, все же Дэс Профит Мид, снайпер будут фармить, а Скай Мага с Вингой. Три ранжевика, ну, знаете, Акста может реально даже не подойти к этому снайперу, вот чем беда. Там, скажу вам, будет реально круто. Там Аркомболт постоянно, там Винга будет вэйв давать станы, ну, посмотрим, что будет по лейнам, ну и ласт пик. Ласт пик от команды XX5. Тут, кстати, очень все серьезно, герой может решить действительно все, потому что пока вот, ну, пока вот средненько, то есть прошлый пик был прям идеальный, это Бристаллбэк. Бристаллбэк, предлагал я этого Бристаллбэка для команды Компас Гейминг, они его взять не захотели, и XX5 решили сами оформить данного персонажа, ну, почему бы и нет, как бы, если дают, то бери на здоровье, ну и команда XX5, поехали. Бристаллбэк у нас, забирай тебе его, Нексус, Соло на Шоттл Демона действительно играет, Кингер, где-ка у нас тайник, все это забывают, нет, Кингер, по-моему, у нас на Дазли, Андершок на линии, действительно, Соло мид, ну и Ван на Аксе будет, на легкой стоять, пока непонятно, будет ли это трипл лейн, либо нет, но, как бы, конечно, оставлять Акса против Соло Тайтхантера, это не очень круто, реально, это не очень круто, потому что Тайтхантер, да, там есть якорь, у него будут постоянно их рассмешить, но Контр Хеликс, он, как бы, не знает, что такое их рассмеш, он будет просто крутиться, 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 пока Тайтхантер останется без хилок, останется без хп, просто будут ходить там на базу, так что, посмотрим, будут ли какие-то сваплайнами, если захотят поставить Тайтхантера просто на сложную. Ну и что ж, Смоук пытается реализовать команду Компас Гейминг, но, видимо, ничего не получится, Акс прячется в лесах, спрятался за деревьями, ну и, вы видите, его не должны. На топе у нас присталбек, что тут демонов, контролят руну на топе, ну и, хотя, Акс, надо быть поосторожней, ставится в вард, заблочили тут леса немного. Тайтхантера Успела же Аксу Твард, поставите, даже не заметила, очень быстро прибежал, ну и вот, без боя, просто дают руну друг другу, ребята, но тут Смоук был не реализован, деньги все же, как-никак, там, 100 золота, вроде мало, а все же потратили, все же приятно, скажем так. Бристалбек со спреем, ну вот, Бристалбек просто будет фармить, конечно, непонятно, что там будет, какие-то Сенж Яши, возможно, то есть, такие айтемы все же на дэмэдж, либо просто на толщину, купить Кринсон, тут уже некуда, но посмотрим, все же. Нексус отличается агрессивной игрой, какой-то там фарма доты, я понимаю, ну хотя Бристалбек, он не фарма-герой, Бристалбек, он постоянно прыгает, прыгает, бегает. Вот он Бристалбек против Снайпера, пока что, где саппорты? Скаймак тут на миду, нормально, Андершок пытается харасить, но Андершок, пока ноль крипов, а Андершока пока беда, понятно почему, Скаймак стоит и просто своими птицами накидывает, накидывает, а Монопол там огромный, вот на топе, закрывает у нас. Снайпера, Снайпера стоит тут буквально на 30 хп, ну и фб, наверное, на месте, благо, не успели мы его пропустить, все хорошо, но вот про что я говорил, да, закрывает. Наш тварь, шедоу-демон, и даже без какого-либо акса, там просто спрея, там просто даже дазл бесположенно был, то есть никаких замедлений, ничего вообще, с первых ловелов изи-фраг. И мы понимаем, что так будет происходить всегда, почему? Потому что у Снайпера 500 хп и 2 брони, все просто как бы, все действительно просто, Снайпер у нас с пасибкой бегает, ну. Окей, кстати, вот инфа в прошлой игре, я был у нас с Кэрри, в этот раз дали ему мидера, но вот что-то у компасов пошло не так, мы это прекрасно понимаем. Прошлая игра была действительно неудачной, но вопрос, была она неудачной, либо все же попросту команда ХС-5 на голову сильнее. Тут уже совсем другой вопрос, ну и стоит у нас соло, выход мид, дизрапшен пошел, стан есть, стан дается тайминговый, инфа очень больная, есть там и задум, задум дается инфа, до конца она там иллюзии танкует, просто великолепно, ну. Понимал соло, что зайдется тавра, ничего страшного не будет. Скаймакс, да-да, конкасив, ну а дальше что? Конкасив прожал и все, и назад, окей. Потратил 110 маны, просто в никуда. Ну и Бристалбэк, 11 скрипов, снайпер имеет в Сифо-5, ну да, дэмэджа там немного, Брайсбэн купил, как-то себе атаку добавляет, но мы понимаем, что не особо много этой атаки и появляется. Проверю, рамку убрал или нет. Да, все убрал, все хорошо. Так, ну и что тут у нас, Бристалбэк зарядил конкасив снова, скаймак, дал арканболт, но особо это успехом не увенчалось. Бристалбэка сложно убивать, у него пассивка, у него много ХП, у него там брони достаточно. Как? Тут еще два саппорта, там будет крест, ну да, зал даже его не качает. Ну и в принципе не надо, он не понадобится здесь, потому что себя Соло может засейвить просто дизрапшеном. Даззл там дает шедовый выбор, Бристалбэк, сам по себе жирный, понимаете, тут столько сейвов, это забей, там Шедо Демон, там Даззл, там Бристалбэк, который купите какую-то Мекку, либо там Кримсон Гард, ну посмотрим, что будет по какой-то действительности Нексус, ну я не знаю, как тут убивать. Аксия возьмет, опять же, какой-то Вангард, тоже Кримсон Гард может снять, и все. Ну и вот так вот заходит просто, пошел снова дизрапшен. Наша товарища снайпера, Солкэчер, ПП Ланая, до свидания, шрапный на развороте, тут еще и Декорос подставляется, Хоужин минус Декорос. Настолько унижает команда Х5, это топ лейн, это просто жесть, Шедо Уэйв, и дальше, и на развороте, можно даже поповыситься с командой, поцепить, нет, нет, пошел он за тавер. И на ботами, смотрим и на Акса, топ Крипстат на карте, у Тайдхантера 6 Крипов Акса, целых 21, 21, ну и наконец-то, ну вот почему не сделать было свайп, свайп говорю, свап, минуты две назад, вот как только началась игра, вы же понимали прекрасно, что Акс там будут фармить, что Трипла это будут унижать, Андершок, Андершок больно, сварп через секунду, ну и инфа, нет, разворачивается, все же Андершоку повезло, ботал, делал свой, делал не то, что повезло, а сыграл, сыграл на скилле, безусловно. Выходит у нас соло, ну там, не получится что-то сделать, ну хотя бы руну заберет, Андершок уже приятно. Ой-ой-ой, да ладно, что ты руну-то не взяла, Деспрофит, лол, ой-ой-ой, вот это соло просто царит, просто берет и руну-то забирает, ну Деспрофит решила пофармить, ману из сюжета, ага, соло, заходит, здесь у нас есть товарищ Деспрофит, но Андершок, ну ты целкая черта, пошел стан, задув, инфа здесь умирает, Далина там под пассивкой, друзья, 5-0, пятая минута, это жесть, это реально жесть, это так, я не знаю, конечно, наверное, называть это каким-то унижением комментатору не стоит, но это выглядит как из пьяни, не знаю, ребенка, я не знаю, это просто жесть, просто жесть, и команда КПГ, в принципе шансы имеется, если там Тейдхантер возьмите рэвид, что он скоро появится, если как-то Деспрофит экзорцизм подключит, там начнут бить очень сильно и больно, все эти способности, плюс там Скаймак, плюс там Винга, ну там станы по станам, немножко, ребята, шарапнель, тогда шанс есть, можно, попробуйте этот файт выиграть, но, понимаете, Дадзл выживает, файт, пошел крест, Акс выживает, файт, сразу дает дагр, пошел топорик там в бой, мы понимаем, что Контр-Феликс уже на третьем уровне, дамаж большой, и Шедоу Демон, который тоже может заявить абсолютно любого героя, вот чем беда, Тейдхантер в лесу, ну Тейдхантер здесь может поплатиться, хотя, ну, два саппорта нам вряд ли убьют, но лучше убивать Деспрофит, Деспрофит уже 0-2-0, Деспрофит, Деспрофит здесь видит тазл, ну, тут еще и Тейдхантер, есть Тейдхантер, пошел Дисрапшн, Сол Кэтчер также дается, Шедоу Вейв, просто огромный дэмаж там дает, Конкассив, Шедоу Демон, Соло здесь уже никого не отпустит, два стака висит, Стан, Соло, больный вейв в террор, крест вешается на Соло, Соло тут до конца воюет, понимаешь, что скорее всего не уйдет, Соло, Шедоу Вейв, Соло живет, да ладно, прожимай стики здесь, ну тут Крипсворм, Деспрофит, да ладно, неужели не попало по Соло, там минус 2, команда КПГ, здесь еще погоня, Скаймагом задув не точно, Бристалл Бэк, есть Насал, Насал, пошел в бой, здесь еще находит Деспрофит, Соло Кэтчер, Стан, Инфо, до свидания. Друзья, это жесть, это реально жесть, 9-0, умирает также Скаймаг, Шестая минута, ой-ой-ой-ой-ой, ну тут понятно, друзья, тут понятно, Снайпер, 1900, Лина, 3200, да, ну вот как-то в этой игре еще все хуже стало, вот реально жесть, такой разрыв. Игра в одни ворота, был бы это футбол, можно было так сказать, играет какой-то аутсайдер против топ-команды. Андершоу здесь в инвизе, лагуна через 15 секунд, ну и такой раз может так убить Стан, задувчик, такой раз тычка, до свидания, Миджел Спирит, Андершоу уже имеет, когда 4-0 на и 10-0, 10-0, 10-0, 10-0, друзья, ну это жесть, Конкассив, Андершоу, Коншин Сил идет, Деспрофит до конца, ну зря Андершоу здесь воюет, хотя пара тычек, задув, хорошо, прилетает сюда Дазл, Инфо, не хотят отпускать, но Инфо тут быстро бегает, плюс ботов, Сварм, Андершоу, нету маны, но вот руну, руну, руну нет. Здесь на ботами, снайпер, пытается спрятаться, сало до конца, Тойот поужин, ну тут, Акс купил себе вангард, ну Акс вангард, Бристалбек, ПТ, Абазила, 1000 золота, 11-0, это просто жесть, это реально какое-то чудо, но вот XX5 играет на скейле, играет, ребята, все же, даже какая-то сыгранная, что ли, видна, но хотя бы как бы сыграть Шедо Диану плюс Лина не так уж сложно, но все равно, как-то вот команда выглядит достойно, хотя без соло они играли около четырех дней, соло буквально только, сошибаясь, приехал и не видно, что там расслаблена команда, просто играет свою игру, взяли своих героев, этот Шедо Диану, этот Акс, и все. Тут на топе, Бристалбек, Стоитхантер, воюют, уже под тавером, ему все равно Виталити Бустер, будет также вангард, ну как вариант взять там себе вангард, Акс может купить и Кримсон Гард, и два героя будут, которых реально не пробить. Андершоу, до конца есть лагу на Блэйд, инфа пытается марсовать, задув лагу на Блэйд, одна тычка, ну и минус инфа. Настолько это просто, просто, как орешки, как орешки кушают, Андершок, орешки под названием Дэс Профит, очень вкусные, и уже 6-0, у Дэс Профит 0-4-0, 6-7 уровень, у Лины 9, ну и по общей ценности Дэс Профит у нас 2-300 против 5-ти тысяч. Динамит может выходить, соло у нас ДД, ну и Лина там пассивочка есть, хоть и на первом уровне, но она уже полезна, она уже полезна, обышки пушить несложно. Снайпер на ботами пытается там что-то сделать, пытается как-то спасти эту игру, но сложно, сложно, я всегда говорю, что хранить командами в коем случае нельзя, Паттлхэнгер пошел, Акс, есть Агр, Акс до конца, ну и как же там больно, даже без Агры, наверное, убьет. Пошел все же Агр, ну и Топорик, Юлин Блейд, Лакса действует на 100% на миду, Конкассив, Андершок, дает Стан на развороте, хорошо, но это Корусу как же больно, там Шэдоу Вейв, Рэвэдж, есть и Крест, Крест, есть Андершок, дать этот Крест, Крест дается. Надо Андершок убежать, но Даза скорее всего уже не выживет, Андершок, проблемы, Стан в инфо, последней секунде дает, но нету здесь нестика внимания, да ладно, неужели Андершок отсюда уходит на 9 хп? Чудеса, просто чудеса, как же команда ИКС-5 играет, как же они играют, друзья, ну тут, тут уже хочется сказать прям все правильно, всю эту фразу, ну, 16-0, 16-0, 10-ая минута по графикам, 10 тысяч, я таких графиков не видел давно на такой минуте, жесть, жесть, венги, общая ценность 700 золота, окей, 700 золота, не ботинка, ничего, ну, 0-4, 0-4-0. На ботами Акс-2000, ну и Бриндаггер тоже скоро появится, снайпер у нас только опять же в РСБН, Фейсбутс и все, и все, Тауэр на миду должен падать, подходит сюда Винга, сюда еще иллюзию прислала, ну а Бристалл в лице Нексуса просто фармит, просто фармит, вангард есть, окей, фармим дальше, пока как бы 10-ая минута, но это слишком рано даже, чтобы ебать, хотя Бристалл уже может выйти и убивать, ну вот так, на верочку, все же как бы да, там, счет 16-0, все окей, но пару стриков снять, и можно отыграть там тысяч 7 спокойно, за эти стрики все тахор, все же Декорос не заданайл, Лина у нас привезла себе Яул, ну и с Яулом даже не нужен соло, просто Яулчик, стан, задул, флагуна, все просто, все предельно просто. Шедоу Демон, так круто, у кого-то, Вингу, Лагона Блэйд, просто Скаймага, две тычки минус Скаймаг, стан, Юл поднимайте, отлично, Андершок, Реведжа нет, но есть Секер Смэш, Сформ один нужен, Шарапнель пошла, Ультимейт Лину, Лина выживет ли или нет? Лина выживает, тут еще и Крес вешивается в придачу, Дасл пытается уйти, Шедоу Демон, соло появится Дезерапшн через пару секунд, Дасл бежит, вот так, сцепляет, отлично, Декорс, это опорик, пошел бой, минус Тайдхантер, Минсминга, Годлайк, это Андершок, инфу также здесь видит, нету мана немножко у Акса, но есть Стики, есть Стики, Стики прожимаете, минус инфа, ну что, может мы ГГ уже увидим, по-моему уже пора, 11 минута, но что-то к этому идет, Снайпер, покупать себе рецепт на Масков Мэднес, серьезно? На что он надеется, просто, я не всем понимаю, Акс, нахуй, здесь у нас Снайпера, Конкассив пошел, что, демона, Сайленс в крипа, ну вот, все, дизмораль пошла, просто дизмораль, но уже когда я иду в Сайленс и в крипов, тут ничего не поделать, Тайд, на 11 минуте идет за тир 3 вышку, топорик есть, вот он появляется, ну и бам, бам и побежал, Кэллом плейт снова действий, Дазл улетает, 21, ну убили Лину, кстати, да, Лину убили, сколько там получают у нас, а, пропустили, пропустили, не видели, сколько это спрофит получило, ну, купила себе фейсбут, состав в Изардре, ну, броня 1000 золота она получила, как понимаю, ну, ничего не меняется, в общем-то, да, ничего не меняется, так, ну и Бристалбек, и заходит за спину, вся команда, есть реведж, там пошел еще телепорт, ну и может через реведж-то убивать, без него никак, да, походу тут Бристалбек загулял, да, Нексас умирает, твой во феррор, там и Смормы, там и Сайлона, Саня, Сайлона еще нет, без Сайлона, но, а, ну, хотя, еще сел, ну, пятером пришли, убили, уже, уже неплохо, забрали там 1600 золота за одного Бристалбека, ну вот, это, Дота 682, 1600 золота Бристалбек, просто один, самое смешное, что Бристал нанес больше демиджа, чем вся команда КПГ, лол, вот это забавно, это забавно, и, кстати, если команда X5 выигрывает, то там следующий соперник тоже будет из АМ-лиги, то есть команда не сильная, так, снова Акуна Блейд Тайдхантера, там проблем не будет, в одной 16-й, абсолютно никаких, я, кстати, напомню, что у нас будет каждый день матча идти командой X5, ну, либо с командой уже КПГ, зависит от того, кто выиграет, здесь у нас АК цепляет Вингу, вот топор снова, что демор славил, Танши Цилл ему все равно, Тайдханца побежал, ну, и Лан здесь уже никого не отпустит, снова Сайлона АК цепляют, даже Сайлона не спасает, ну, Даззл, Даззл был убит, Даззл, есть крест, дается дизрапшен, тут Нот под Момом снайпер бегает, смотрите, нормально, да, так побежал, славил Фьюлин Блейд, ну, и до конца, ну, Компаса Браун, до конца играет Реведж, хорошо, по-троим дается, но демеджа не хватает, Экзорцизан также пошел в Акса, Акс, больно, Акс, ну, закрыто надо, дается урна, но закрыть никак не получится, кулдаун висит, Бристилл Бек все же Вингу убивает, Андершок выживает, Бристилл Бек, ну, снова праги с прагами, так, Дэс Профит, Дэс Профит больно, ну, сама она воюет до конца, дается здесь Андершок, Андершок нужно бежать, но там есть, Шэдоу Вейв дает еще и Дизрапшн, ну, и весьма будет у нас Финус Скаймаг, Скаймаг больно, Тайдхантер до конца пытается уйти, и Соло, просто в Соло, Соло, просто в Соло убивает этого Скаймага, Бристилл Бек убивает Тайдхантера, ну, что, тут уж это даже не интересно, ну, нет, конечно, это интересно, это забавно, когда счет 29-3 на 15-ой минуте, но, Снайпер пришел, подмол, он такой, и можно все же сдаваться, да, да, до конца, да, молодцы, но это уже просто, мне кажется, после таких игр, ребята удалят доту навсегда, и все, так вот, там в сеточке, если ошибаюсь, будет только команда, 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 сейчас посмотрю, пока время у нас есть, команда Даганфай, возможно, встретятся ребята с ними в 1-4, до этого там все команды из Аматорки, вот, как-то так, там проблем не будет, в следующем матче, если Икс-5 проходит, по логике, там тоже игра будет на 10 минут, ну, это все, черт знает, эти Аматора, вот, Икс-5 Аматора, вот вам Аматора, Андершок загулял 1, да, есть Юл, да, есть Хастан, надо быть посторожней, Тайтхантер, Стан, туда, не задув и Стан, Шинсилар, Камболт летит до конца, ну, ли, ну, еще тут с Хастой, достаточно много по времени, 800 единиц золота до появления Аганима, с Аганимом умирать будут все, реально все, снайпер, тычка, все, нету снайпера, просто, ой, до свидания, походу, Скаймак, Скаймак, Скаймак до конца, пошел Сайлент, Скаймак, все же выживает, последняя тычка долетает, Андершок там, и бьет больно, конечно, тут 30 дэмэджа Стан, Андершок, Андершок снова, здесь убивает, ну, как-то уж больно играет, ребята, так, как будто тут, ну, хотя да, а как тут не играть, когда такое преимущество, когда такой счет, как тут не играть, вот так вот нагло, эти вот пороги наглости, естественно, превышают, ну, а как иначе, как иначе, когда у тебя там 12-2, 9 на линии, на 16-й минуте, какие вообще вопросы могут быть, приступай к нам с барабанщиками, Владимирс, в ангар, так себе прикупил, также Аганим, 700 золота остается до него, ну, какие-то, конечно, айтемы появляются, КПГ, ну, в сравнении с командой ХХ5, они вообще ни о чем, они реально ни о чем, так, здесь рвать, у нас Скаймак, Даззл дает ультимейт, Брисплейка, очень много армора, Агс рвается, Деспрофит убить надо моментально, свап, ну, все же умирает, Уфтерор, минус, также Декорус, минус 3 очередно делается от команды, ХХ5, будет падать также и вышка, блин, уже на базе, готова бежать, продает, что там, стики продала, нет, не стики, что-то продала, я и не заметил, слушайте, ну ладно, ничего страшного, так, Баттлхангер, до конца тут снайперы воюют, подмом своим бегать, надо быть поосторожнее, ну и Андершок, 40 золота всего, 40 золота, и будет Аганим, 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 как же ты хорош, на этой линии, ну, и все на этом, да уже как бы все, я говорю, что хоронить команды плохо, но вот, а вы бы не хоронили, друзья, когда счет 3 за 4-4, и у команды КПГ нет, какой-то там байда, какой-то морфлинга, который может вытаскивать геймы, здесь есть снайпер, но снайпер не тащун, он не может просто взять, так и сказать, все, ребят, сейчас у меня появится там скади, появится монта, я пойду, убью пятерых, и потом мы купим рапиру, и выиграем, здесь не получится, здесь рапиру купишь, ничего не сделаешь, снайпер не мешка не тот герой, но вот смоугангс, охот, здесь рядом стоит и Акс, Акс, может очень круто врываться, Акс, ловит конкасев, Курьер привозит уже Аганим, и вот он просто дается, Лагуна Блейд, минус моментальный Скаймаг, дается отличный Тревич, но Андершок, Рошан, тут подстанил Андершок, а снова Акс врывается, отлично, топорик раз, топорик два, дается под Азла, крест, ну и ГГ от команды, КПГ, Тайтхантер сдается, ну вот, я не знаю, на самом деле, да, тут игра была в одни ворота, но это же было очень круто, это было очень круто, потому что не очень часто увидишь такие игры, такой разгром, ну и ККВП Ланая, пишет Бристалбек, да, ККВП Ланая, действительно, ник вот забавный, ну что ж, команда XX5 проходит дальше, в одну шестнадцатую, команда XX5 встретится у нас с командой АМ Лиги Ивашка, но у них тут, ну не знаю, конечно, я не верю в Ивашку в следующем раунде, я постараюсь, конечно, в следующем матче выхватывает XX5 и завтра, и послезавтра, то есть все игры будут вот в восемь вечера каждый день вплоть до, по-моему, до шестого, либо до седьмого числа, так что, я думаю, будет на что посмотреть, ну а пока мы прощаемся, 2.0, и игра закончилась, спасибо, что смотрели, к сожалению, чат вы тут нас помили, пришлось его закрыть, но в любом случае, я вас благодарю, благодарю за вашу просмотр, за ваше внимание, спасибо,